Всем привет! Чем вам запомнилась уходящая неделя? Из нового, самой неожиданной новостью стала отставка Багдата Мусина с поста министра цифрового развития. Очень многое было сделано за те годы, когда он руководил министерством и еще больше осталось в планах. В целом в его карьере были разные моменты, как положительные, так и не очень. Каким запомнился министр Мусин? Сейчас об этом поговорим. Поехали! Для начала объясним, почему отставку Мусина мало кто ожидал. 30 апреля он провел заседание коллегии по космической деятельности. И там он поделился большими планами. По мнению Мусина, Казахстан должен был стать открытым космическим хабом, который будет притягивать в эту индустрию людей и технологии. Тогда же он рассказал о внедрении спутникового интернета OneWeb. Задача у этой сети такая же, как и у Starlink от Илона Маска – обеспечить качественным интернетом села. То есть те районы, куда сложно протянуть кабели или развернуть сеть базовых станций. Причем техническую готовность к запуску OneWeb Мусин пообещал обеспечить до конца этого года. И спустя несколько часов стало известно, что его освободили от должности. Причем даже заместители Мусина, как оказалось, заранее не были об этом предупреждены. Вице-министр цифрового развития Асхату Разбек признался, что узнал об отставке своего шефа уже по факту, когда об этом объявили публично. В официальном сообщении не были указаны причины отставки. Позже сам Мусин прокомментировал свой уход. Оказалось, что он сам попросил об увольнении. Цитата. Вы, наверное, все слышали последнюю новость о том, что я подал в отставку. Хотел бы в первую очередь поблагодарить главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить цифровизацией в стране, как одним из ключевых блоков. С 2020 года многое было сделано и многое еще предстоит. Сегодня Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира. И это пока все, что известно. На момент подготовки этого выпуска еще не было информации по тому, кто стал новым министром. Также неизвестно, куда уйдет Мусин. Будет ли это госслужба, квази-государственный или частный сектор. Догадки строить мы пока не будем. Поэтому предлагаем разобраться, действительно ли Казахстан один из мировых лидеров по цифровизации и какой вклад в этот статус внес Мусин. Учитывая довольно частые ротации в кабинете министров, Багдата Мусина можно считать министром-долгожителем. Он занимал свою должность последние 4 года. При нем неоднократно менялись премьер-министры. Сначала это был Аскар Мамин, затем Алихан Смаилов, а с февраля этого года уже Азбектенов. Так что времени на реформирование отрасли у Мусина было достаточно. При этом нужно отметить, что его ведомство отвечало не только за цифровизацию, но и за инновации и космическую отрасль. И на примере того же спутникового интернета мы видим, как тесно связаны эти сферы. Стоит отметить, что Мусин не только опытный госслужащий, но и сильный практик. Он начинал свою карьеру в госаппарате как инженер-программист в АО «Национальные информационные технологии». Это было 20 лет назад. Тогда организация как раз разрабатывала портал «Госуслуг ЕГОВ». К слову, через несколько лет Мусин стал главой АО «НИД», но проработал он на этой должности меньше года. Далее его услуги потребовались в Каспочте. Тот период его работы запомнился масштабной модернизацией компании. Был автоматизирован процесс выдачи пенсии, внедрена система глобального отслеживания почтовых отправлений, открыта сеть почтоматов и супермаркетов посылок. И после этого он вернулся на госслужбу. И с этого момента давайте подробнее. Раз мы уже начали говорить про ЕГОВ, то продолжим. К тому моменту, когда Мусин стал министром, сервис электронного правительства уже успешно работал. Но в последующие годы функционал значительно расширился. Сейчас 93% госуслуг доступны онлайн, причем 85% можно получить в мобильном приложении. Кроме того, в ционах были внедрены терминалы и постаматы по выдаче документов. В 2020 году в глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН, Казахстан занимал 29 место, являясь лидером в СНГ. Год назад, когда был опубликован последний на данный момент рейтинг, Казахстан занимал уже 28 место. Да, скачок небольшой, но нужно понимать, что сфера активно развивалась и в других странах. Причем в категории онлайн-услуг мы стали восьмыми в мире. Иными словами, по уровню развития онлайн-сервисов Казахстан находится в первой десятке среди 194 стран мира. И это правда, если вы бываете за рубежом или общаетесь с друзьями из других стран, то возможно слышали, как иностранцы удивляются тому, насколько у нас развиты госуслуги и финтех. И еще одна интересная статистика. Развитие цифровой сферы позволило увеличить экспорт IT-услуг. В 2020 году этот показатель достигал лишь 30 миллионов долларов. Спустя два года он увеличился до 100 миллионов. А за последний год отрасль показала наибольший рост, и сейчас экспорт IT-услуг оценивается в 500 миллионов долларов. При этом потенциал тут остается высоким. Помните, что говорил президент в своем послании народу Казахстана? Процитируем. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительство надлежит внести детальные предложения по этому вопросу. Особого внимания требует применение технологий искусственного интеллекта. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в эту сферу в мире будет инвестировано свыше 1 триллиона долларов. Успешное развитие этого сектора может обеспечить значительный прирост ВВП отдельным странам. Если мы полноценно используем возможности искусственного интеллекта, то сможем совершить качественный рывок в экономике знаний. Не знаем, успел ли Мусин внести свои предложения по увеличению экспорта IT-услуг, но эти задачи теперь будет решать новый министр. Однако не стоит исключать, что на новой должности Мусин также будет вносить вклад в развитие IT-сферы. Есть еще одно важное обещание, которое он на посту министра выполнить не успел. В этом году после серии землетрясений в Алматы Мусин заявил, что его ведомство готово в течение двух месяцев внедрить систему мгновенного оповещения АЧС при наличии необходимого финансирования. Речь шла о технологии Cell Broadcast. В отличие от стандартной смс-рассылки, оповещения должны приходить действительно быстро, вне зависимости от загруженности сети. Тогда же выяснилось, что еще два года назад Министерство цифрового развития тестировало эту технологию совместно с МЧС. Но подготовительную работу Мусин провести успел. В Алматы выделили на эту систему 475 миллионов тенге и внедрить ее должны до конца мая этого года. Кроме того, при Мусине в Казахстане было начато строительство сети 5G. И в целом скорость интернета в стране выросла. Сейчас в Казахстане насчитывается почти тысяча базовых станций 5G. Хотя к качеству интернета остаются вопросы. В целом же национальный проект «Доступный интернет за последние годы» показал неплохие результаты. По официальным данным, интернет сейчас есть в 98% сел страны. Хотя белых пятен на карте все еще много. Стоит отъехать от населенного пункта на несколько километров, как связь пропадает. Также по инициативе Мусина были начаты переговоры с компанией Илона Маска. Будучи министром, Мусин пообещал, что благодаря сети Starlink доступ к интернету получат 2000 школ. И этот проект уже стартовал. В этом году в Казахстан привезли необходимое оборудование. Правда, речь идет только о школах. Технология пока не в открытом доступе, так как ее в стране еще не узаконили. К слову, если вы смотрите это видео на YouTube, то и здесь Мусин успел отметиться. Его министерство смогло договориться с корпорацией Google. И недавно в Казахстане наконец-то стала доступна подписка YouTube Premium. Правда, Мусин обещал, что это произойдет раньше, еще в прошлом году. Но как получилось, так получилось. Также стоит отметить, что Мусин особое внимание уделял IT-стартапам. При нем активно развивался Astana Hub. Официальная выручка резидентов за последние 5 лет выросла в 33 раза. Также заработали 14 региональных хабов. И еще по инициативе Мусина был открыт Silk Road Innovation Hub в Кремниевой долине и Alpha Rabi Innovation Hub в Ариаде. Кроме того, были запущены акселерационные программы, в том числе совместно с Google. Один из последних проектов, к которому имел отношение Мусин, это официальная онлайн-платформа для подачи петиций. Она заработала буквально на днях. Это был ожидаемый проект, который окончательно узаконил институт подачи петиций. Механизм, позволяющий обществу напрямую общаться с государством, контролировать работу чиновников и требовать от них позитивных изменений. И, наконец, одно из самых важных достижений. Мы не припомним, чтобы в ведомстве Мусина за весь период были громкие коррупционные скандалы. Да, весной прошлого года в правительство для граждан приходили сотрудники агентства по финансовому мониторингу и даже ходили слухи о задержании главы госкорпорации. Но они в итоге не подтвердились. При этом до Мусина скандалы были. На фоне уголовных дел вокруг программы «Цифровой Казахстан» в 2020 году поста лишился его предшественник Аскар Жумагалиев. Но, конечно, Мусин не был идеальным министром. И чаще всего, по нашему мнению, его подводила как раз излишняя амбициозность. К примеру, все же до сих пор помнят его высказывания о том, что интернет в Астане лучше, чем в Токио. Это он сказал почти год назад. И после этого ему не раз приходилось объясняться за эти слова. Но люди до сих пор припоминают Мусину его неоднозначное заявление. А уже в этом году он поделился планами занять лидирующие позиции в сфере изучения Луны. В этот проект, который стартовал в 2023 году, заложена программа по созданию сети телескопов и целого астрономического исследовательского хаба. Сколько денег на это планировалось потратить и для чего все это нужно Казахстану, до сих пор неизвестно. Добавим, что при Мусине также случались массовые утечки личных данных казахстанцев. Только в этом году случилось два скандала. Сначала стало известно, что китайские хакеры более двух лет имели доступ к базам казахстанских операторов связи. Затем была обнаружена утечка данных двух миллионов казахстанцев, зарегистрированных в микрофинансовой организации. За все эти случаи министерство Мусина и он лично в какой-то мере несут ответственность. Хотя никого из чиновников в итоге не наказали. Кстати, в этом выпуске мы упомянули Астана Хаб. И несмотря на то, что в целом проект показал себя неплохо, с ним тоже была связана одна темная история. В октябре 2022 года счетный комитет выявил, что там работали компании, которые незаконно майнили криптовалюту. Тогда виновными были названы учредители Хаба, Министерство цифрового развития и Холдинг ЗРД, которые не смогли обеспечить должный контроль. В самом Астана Хаб не стали отрицать факт незаконного майнинга. Но поспешили заверить, что этим занимались компании, не являющиеся участниками Хаба. Но они могли использовать оборудование участников. На тот момент правила это позволяли. Потом, правда, эти правила были изменены и незаконным майнером закрыли доступ к площадке. В общем, министерский период Богдата Мусина вышел неоднозначным. С одной стороны, все мы активно пользуемся теми технологиями, что он успел внедрить. С другой, сомнительных инициатив и заявлений в его карьере тоже было достаточно. Но одно можно сказать точно. Мусин был одним из самых неординарных и энергичных министров последних лет. А как вы к нему относитесь? Напишите свое мнение в комментариях. А у нас на этом все. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok